Поздравляю вас с завершением негода, очередной сессии. Уходит очень сложный и ответственный год. Год, который лицетворяли два выдающихся события, играющие ключевую роль в жизни каждого гражданина нашей державы и не только нашей страны. Это столетие образования СССР и специальные военные операции. К сожалению, далеко не все понимают суть и связь этих важнейших событий. Если сто лет назад Союз СССР, по сути дела, спас российскую тысячелетнюю государственность, которая возродилась на принципиально новой основе. Не на основе имперских амбиций и национализма, а на основе труда, справедливости, дружбы народов, гуманизма и прекрасного образования. В основу был положен не просто труд, а труд рабочих и крестьян, учителей и врачей, инженеров, ученых и военных. Эти семь специальностей определяют судьбу любой нации и любой страны. Они были возвышены и одновременно обеспечены всем необходимым. Поэтому и страна совершила целый ряд подвигов, начиная от созидательного подвига планов ОРО до развития лучших отраслей нашей экономики. Победа над фашизмом, создание ракетно-ядерного паритета, что обеспечивает безопасность нам и сегодня. Путин вынужден был в начале года, по сути дела, принять исключительно важное решение, которое стало неизбежным о проведении военной операции. Многие из нас полагали, что она пойдет более успешно, но не предполагали, что американцы давно о нам объявили войну, объявили врагом номер один, так же, как и Компартию Китая и Китай, и для этого бросили все силы, используя, прежде всего, возможности гибридной войны. Гибридная война по своим последствиям и цинизму оказалась более жесткой, чем фашистская нашесть. Фашисты не скрывали своих подлых целей, и в трех планах, план Барбаросса, Ост и Голод сформировали идею уничтожения русского народа. Эти сформировали идею уничтожения русского мира. Им оказался не нужен ни Пушкин, ни Достоевский, ни Чайковский, и даже русская православная церковь преследуется нацистами, бандеровцами и американскими царушками на просторах ридной Украины. Все это вызов, брошенный нам, потребовал максимальной мобилизации ресурсов, сплочения общества и новейших открытий в области науки. К сожалению, мы запаздываем с решением этих задач, хотя наша партия предложила реальную программу выхода из сложившей ситуации. Правда, надо отметить, что наша экономика и финансы выстояли, отметить, что общество должным образом отреагировало на призыв, патриотический призыв к борьбе с нацизмом и фашизмом. Тысячи добровольцев и наших вновь мобилизованных ребят проявляют героизм, стойкость и надежность. И в этом отношении наша партия и леопатриотические силы оказывали и будут оказывать всяческую помощь и поддержку. Мы, правда, полагали, что после начала этой операции «Единая Россия» сделает выводы и организует более тесный контакт и диалог с своими оппонентами. К сожалению, этого не случилось. И в результате целый ряд наших конкретных программ, которые позволили бы выходить более энергичный системного кризиса и проводить операции на фронте, был ими отвергнут. Мы предложили программу победы и формирование под нее бюджетов 45 триллионов бюджета развития. Мы предложили уникальный опыт народных предприятий, которые в этом году стали самыми успешными и показывают великолепные результаты. Мы два дня назад с территории совхоза имени Ленина отправили очередной 94-й конвой в зону ведения военной операции. Я хочу поблагодарить от души все, кто этому способствовал и помогал. 17 тысяч тонн за эти годы доставлено тем, кто в этом больше всего нуждается. Мы приняли 12 тысяч детей и свернули программу приема таких детей на следующий год. Более 2300 детей в 14 потоков пройдет у нас в соответствующей подготовке. Мы предложили закон о доступном и качественном образовании для каждого человека и накоплении учебников патриотического свойства. Сегодня, когда наши товарищи организовывали проведение партийных конференций в четырех новых субъектах Российской Федерации, вернувшись к нам на родину, они просто ахнули. В Запорожской области большинство директоров школ – это нацисты и бандеровцы с Западной Украины. Учителя, которые нацизм и фашизм проповедуют детям, получают зарплату в 3-4 раза выше, чем обычные педагоги. Они настолько задурачили, особенно старшеклассников, что когда мы их сюда привозим, они удивляются, что в российских учебниках нет ни одного слова ненависти или презрения к Украине. Наоборот, мы говорим о едином русском мире, о единой нашей истории, о единой культуре, о единой победе. Поэтому требуется очень тщательная работа с подрастающим поколением. Я благодарю руководителей комитетов нашей фракции, которые все делают для этого, чтобы лучшие достояния Великой Советской эпохи стали для нового пополнения нашей страны образцом для подражания. Мы и по линии информационно-пропагандистской в этом году сделали очень многое. Хочу поблагодарить Россию-1 и Россию-24, которые в последнее время активно показывают и наши семинары, и работу с детьми, и гуманитарные конвои. Это достойно государственной телевидении. Но я считаю, будет более достойно, если вы покажете работу наших комитетов и фракций, которые подготовили 12 законов и целый пакет для того, чтобы вывести страну из кризиса. Сегодня президент проводит Государственный совет по проблемам молодежи. Ранее он активно откликнулся при проведении госсовета, связанной с бережением народа, созданием необходимых условий на стройке. Сегодня особое внимание уделяется молодежи. Но очень хотелось, чтобы сегодня я внимательно просмотрел его вчерашнее выступление, когда он говорил о вызове русскому миру, желание нас уничтожить, когда показывали без конца кадры Зеленского, которого как военнопленного сегодня утром привезли к Байдену, привезли на американском самолете, с американской охраной, на американском жипе. И Байден, читая по бумажке, говорил, сколько и какого оружия будут поставлять на фронт для того, чтобы убивать русских, украинцев, всех, кто живет на этих просторах. Это абсолютно подлая и преступная политика. И кроме ненависти и презрения к такой политике, у наших людей это ничего другого не вызывает. Но мы должны показать суть этого дикого и жуткого предательства. Когда человек, будучи смехачом и весьмеюя многие пороки, превратился в кровавого клоуна, который выполняет заказы самой преступной глобалистской группировки, объявившую нам войну. Это преступление боком обходится фактически всем, кто живет на наших просторах. Но это преступление не имеет прощения и срока давности. Когда заговорили о поставке систем Патриот, хочу напомнить, кто этого не знает. Это одна из самых дорогостоящих систем. Батареи стоят миллиард долларов. Чтобы одну установку обслужить, надо 90 человек. Таких кадров на Украине нет. Следовательно, их будут, если поставят, обслуживают американские военнослужащие. И какими бы паспортами они ни прикрывались, по сути дела это прямое столкновение с Российской Федерацией, нашими солдатами, офицерами, воинами. Это будет еще одно преступление американского глобализма. Тот состав, который принял решение это и будет выслушивать выступление Зеленского, должен вспомнить, ровно 30 лет назад привезли Ельцина, правда привозили и на нашем самолете. Если вы поднимете эти кадры и посмотрите, 12 раз скакивал Конгресс США, аплодируя Ельцину за его предательство. За это предательство мы расплачиваем сегодня кровью своих сыновей, дочерей, своим суверенитетом независимости. Поэтому на месте Единой России, чтобы завершить успешный год, я бы прихолопнул этот гадюшник Ельцин-центр, открыл бы там настоящий патриотический центр по воспитанию детей. Я бы переименовал и вернул бы истинное историческое звание городу Сталинграду и все сделал для того, чтобы перестать заборами, закрывать мавзолей Ленина, отгорашиваться от советской эпохи. Без опоры на великую советскую эпоху, на наши победные традиции, никаких новых побед получить невозможно. Но чтобы были новые победы, надо сделать еще один принципиальный вывод. Без смены курса, в рамках системы, по которой дальше реализуется программа правительств в области финансо-экономики, решить ни одной проблемы невозможно. Надо менять курс, надо формировать бюджет развития, надо принимать программу победы, тогда и будут новые победы. С наступающим Новым Годом всех! Добра и удачи вам! Редактор субтитров А.Семкин